Братья и сестры, сегодня Православная Церковь празднует введение во храм Пресвятой Богородицы. Родители Божьей Матери Иоаким и Анна долго ждали рождения чада. Бездетная Анна молилась Господу Богу и дала обет. Если родится ребенок мужского или женского пола, то родители посвятят его Богу и этот ребенок будет служить Богу всю жизнь. Действительно, так и произошло. По горячей молитве, по прошествии многих лет в бесчадии Иоаким и Анна зачали плод. И вот родилась дочь Мария. По своему обету Иоаким и Анна отдали причистую деву в трехлетнем возрасте воспитываться при Иерусалимском храме. Тогда был такой обычай. То есть, видимо, Мария не была единственной в своем роде такой девочкой, которую отдавали на воспитание в храм для изучения Священного Писания и, конечно, для помощи в Иерусалимском храме. Предание говорит, что когда Марию привели к ступеням храма, поставили ее на первую ступень, и дальше она, вот трехлетняя девочка маленькая, можем себе представить, прошла несколько ступеней, кажется, говорится, о пятнадцати ступенях поднялась, спеша войти в храм Божий и даже не оглянувшись на родителей. Конечно, речь здесь не идет о какой-то черствости детского сердца или о неразумии, но все, что совершается с Божьей Матерью от самого ее рождения, да даже от самого зачатия ее, совершившись, повторяю, по многим молитвам ее родителей, все это совершается по великому Божьему промыслу о спасении человеческого рода. Взойдя на ступени храма, Мария была встречена первосвященником. По преданию это Захария, отец Иоанна Предтечи. И вот Захария также получает внушение свыше, видя такое стремительное восхождение маленькой девочки в храм. Он, с одной стороны, ну, наверное, по-человечески, как священник, радуется этому стремлению и, с другой стороны, получает от Бога особое внушение и берет девочку за руку и вводит ее во святая святых, беспрецедентный случай, святая святых Иерусалимского храма. Это место, куда сам-то первосвященник может войти только раз в год, при принесении очистительной жертвы для окропления кровью жертвенных животных, вот, алтаря, и сразу же оттуда выходит. И вот он вводит туда трехлетнюю девочку. Ну вот, таково предание. Все были, конечно, в полном изумлении, все свидетели этого события. Далее Мария оставалась и воспитывалась при храме. Говорит предание так, что с утра до третьего часа по восходе солнца, то есть до девяти часов утра, Мария предавалась молитве, затем трудам аж до девятого часа по восходе солнца. По нашему счету, это три часа по полудню. И затем предание говорит, что были свидетели того, что ангелы приносили Марии пищу. И первосвященник, и другие свидетели видели, как некий чудный юноша беседует с Марией, и преподает пищу ей, и затем отходит и становится невидимым. Мария выходит из храма в 12 лет, когда первосвященник, также по внушению Божию, устраивает смотр женихов. Зачем же нужны женихи? Девушки, которая посвящена Господу Богу, и которая, уже достигнув 12 лет, а 12 лет и сегодня считается возрастом церковного совершеннолетия, достигнув 12 лет, Мария решает посвятить себя Богу, посвятить себя девству, а не не семейной жизни, не материнству. Для чего нужен смотр женихов? В то время не было монашества, не было монастырей, куда бы девица, желающая сохранить свою чистоту, могла отправиться и там пребывать в чистоте в последующие годы своей жизни. Поэтому был такой обычай. Тех девушек, которые давали обет девства, выдавали замуж за какого-то глубокого старца, почтенного и известного в народе своим благочестием, чтобы тот, как отец, заботился о нареченной ему невесте. Именно невесте, а не жене. Само слово невеста, вдумайте, это слово славянского корня, невеста – это та, которую не ведают, не знают. То есть он не вполне может называться ее мужем, она не вполне может называться его женой, но невестой, потому что такой благочестивый старец к преданной ему девушке никогда не прикасался, как супруг к супруге. И вот дальше уже совсем скоро наступают события, описанные в Евангелии, когда Иосиф, избранный как раз в супруге Марии, приводит ее к себе в дом, но выясняется, что Мария носит во череве плод. И вот Иосиф дальше начинает нервничать и сомневаться, и он изображен на многих иконах, сидит под перев голову головой, это икона уже Рождества Христова. И Иосиф раздумывает, что же это может значить, а рядом с ним стоит такой старикашка с длинной бородой в мохнатой шкуре. Часто задают этот вопрос, а что это за старичок? Наверное, это один из пастырей, которые пришли поклониться новорожденному Господу. Нет, этот старичок в мохнатой шкуре, с крюковатой палкой, такой сутулый, сагбенный, часто изображенный иконе в профиль, что показывает его неправедность. Это неправедный помысл, соблазн, который пришел Иосифу в голову. Он подумал, что его невеста нарушила где-то и каким-то образом свою чистоту. И вот он хочет изгнать ее из думу, но тайна из милосердия. И вот тут ангел Господний его останавливает во сне и говорит, Иосиф, не бойся принять Марию, потому что рожденная в ней есть от Духа Святого. Но это мы уже с вами забегаем вперед. Осталось совсем немного времени, около месяца, чуть больше, до праздника Рождества Христова. А сегодня мы вспоминаем вот это событие, относящееся еще к детству Божией Матери. И оно не описано в Евангелии. Оно, повторяю, является частью предания православной церкви. Тем не менее, об этом празднике с древних времен говорят православные богословы. В частности, говорит об этом празднике святой Григорий Палама. И он говорит, как такое могло случиться, что во святая святых ввел первосвященник, трехлетнюю девочку. А вот так, говорит, все это случилось по воле Божией, потому что та, которая посвятила вся себя чистоте, та, которой плоть очистилась так, что стала превыше самих ангелов, та, которая удостоилась стать вместилищем воплощенного Бога Слова, достойна была и того, чтобы быть введенной во святая святых храма. Вот так и церковь об этом поет в песнопениях праздничных, что наша святая святых, что вместилище, палата Божьего Слова вводится сегодня во святая святых. Я думаю, что этот праздник для нас имеет какой смысл? Ну, смысл пути по ходу Богослужебного года, что вот мы знаем, это последний такой великий двунадесятый праздник на пути к Рождеству Господа Иисуса Христа. Это послабление в рождественском посте сегодня по уставу благословляется рыба, вино и елей. Так что пусть эта радость и это небольшое послабление укрепляет нас в совершении рождественского поста. И еще это любовь к храму, любовь к Богу. Божья Матерь пусть будет для нас примером вот этой устремленности к храму Божию. К сожалению, в наше теплохладное время мы часто рассуждаем так, я Бога и так люблю, у меня дел много, у меня работы много, в храм мне ходить некогда, не обязательно. Будем смотреть, например, Божьей Матери и чаще посещать храмы Господние и давать такую возможность нашим детям, брать с собой и детей самого маленького возраста. Поздравляю вас с праздником, храни вас Господь!